Жители соседней республики Тыва Елена Шохина и Андрей Сафронов решили стать участниками автопробега нашего телеканала и проехать по городам-героям от Красноярска до Крыма. Глава семейства говорит, опыт вождения приличный. За плечами сотни тысяч километров. За рулем автомобиля Андрей проводит большую часть жизни. По образованию строитель. Сегодня работает представителем организации, которая контролирует все строящиеся объекты в Кызыле. Офис на колесах. Работаю я на колесах. Поэтому расстояниями, перегонами меня не удивишь. То есть это вот мой офис. Супруга Елена работает мастером в местном салоне красоты. Поддержать участников автопробега, который организован нашим телеканалом, супруги решили неспроста. У Елены дядя герой Советского Союза. К сожалению, фотографий в семейном архиве не осталось. А вот в Национальном музее Республики Тыва герою посвящена целая экспозиция. Михаил Бухтуев воевал на Первом Белорусском фронте. Был танкистом. В честь него в Кызыле названа улица и школа. А рядом с Центральным национальным парком имени Гастелло на площади установлен обелиск. Нынче было 70 лет Великой Победы. Мы прошли бессмертный полк и решили поддержать вашу идею и проехать по городам героям, помянуть их всех, доблести, чтобы они у нас в сердцах остались. Потому что они отдавали жизнь ради нас. И тем самым они останутся с нами. У Андрея Сафронова семья, как и многие другие, потеряла родственников на фронте. Бабушка работала во времена Великой Отечественной войны в Новосибирске на военном заводе. Многие из родных воевали, защищали Кубань. Поэтому автопробег телеканала «Инисей» для Андрея – особое путешествие. В Крым на автомобиле супруги отправятся не первый раз. В прошлом году Елена и Андрей побывали у родственников в Краснодарском крае. Посетили Севастополь, Ялту, заезжали в Алушту. Однако, признаются, не все удалось посмотреть. Сегодня будущую поездку вместе с телеканалом «Инисей» планируют заранее. По батареям поездить на другой берег Севастопольского залива. На пароме можно перебраться туда. И вот туда бы хотели сходить. Не были в подземелье, где тоже снаряды делали во время войны, осады Севастополя. Там не были. Не были в музее Великой Отечественной войны. До старта автопробега остаются чуть больше недели. Супруги уже распределили роли, приобрели атлас автомобильных дорог России и подготовили авто к путешествию по городам-героям, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Автомобиль к пробегу готов к дальней дороге. И, надеемся, не подведет. Довезет нас и туда, и обратно. До Крыма и до Красноярска. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.